Если внимательно читали, ну, кто внимательно читал, кто вообще заглядывал, потому что сейчас редко кто заглядывает в тексты, вот это соглашение, уже, кстати, дополненное введением туда турецкого контингента, то там четко прописано, что Азербайджан получает все вот эти 9 районов полностью под свой контроль, независимо остались там армянские войска, не остались, то есть они должны полностью оставить эти районы до последнего метра. Он получает границу, он оставляет за собой все территории, которые он взял, что называется, на штык, то есть в ходе боевых действий, и без каких-либо условий для армянской страны. А что касается огрызка Нагорно-Карабахской автономной области, то есть Арцаха, который остался в руках армян на момент заключения перемирия, то туда вводятся российские миротворцы, но одновременно с выводом оттуда, полным выводом оттуда армянских войск. Я напоминаю, что армянскими войсками Азербайджан считает не только регулярные подразделения армии Армении, но и армию Арцаха до последнего солдата. То есть все войска, все правоохранительные органы будут оттуда выведены. Защищать, типа контролировать соблюдение перемирия должны только российские военнослужащие. При этом никакого статуса Арцаху не признается, Алиев это отдельно в интервью, прямо с издевательством отметил, прямо в адрес Пашиняна. Соответственно, Азербайджан имеет полное право туда вводить свою полицию, зачем солдат, если есть полиция, свои органы власти. То есть полностью свою администрацию. Ну, надеюсь, все понимают, как ведутся войны на Кавказе и в Закавказе. Ничего не изменилось за последние сто лет. Я полагаю, что армянское население не будет ждать турецких, азербайджанских полицейских и чиновников, а побежит вместе с войсками.